Двойной жертвой сомнительных финансовых макинаций стал нижегородец Артём Марычев. Сначала его обманули в автосалоне, а потом те, кто обещал проблемы с автосалоном решить и всё исправить. Но обо всём по порядку. Постившись на рекламу, обещавшую автомобили по ценам ниже дилерских, Артём пришёл в этот автосалон. Там его фактически взяли в плен, отобрали документы, и он не мог из этого автосалона даже выйти. Вот у меня забрали права и сказали, они нам понадобятся, то есть я остался без прав. И просидели мы в этой конторе, ну то есть я не мог оттуда уехать, где-то около 7 часов. Мы сидели, я каждый раз поднимался в этот кредитный отдел, спрашивал, на какой стадии. Они мне говорили, всё нормально, у вас сейчас идёт оформление, сейчас мы ждём документы, выгружаем, база за данных плохо работает, там какие-то проблемы каждый раз возникали. Автосалон должен был уже скоро закрываться. Вывели гигантскую пачку документов, в этих документах была прописана сумма 950 тысяч рублей. Эта сумма, я ещё удивился, я говорю, ребята, как такое может быть? Я говорю, изначально было 750 или 720, какая-то маленькая сумма. В итоге как-то через 7 часов человек просто, ну как-то я не знаю, это всё психологически, наверное, воздействуют люди. Именно на то, что человек устал, он не может уехать, он уже хочет избавиться от этой проблемы, уже хочет купить машину, уехать по своим делам. Я подписал эту бумажку. В общем, по ходу дела я лох мирового масштаба. Потом только под вечер я начал соображать то, что на самом деле всё это в течение дня меня промариновали и подготовили для того, чтобы я смог подписать вот эту гигантскую кипу бумаг. Как бы если человек неподготовленный, юридически неподкованный, он не поймёт, что там написано и что на него вешают на самом деле. Вот, в общем, прошло время, около года, контора закрыта, люди куда-то уехали, менеджеры, автомобили и уже никакой претензии люди, которых они обманули, не смогут предъявить. Я решил найти, ну, обратиться к каким-нибудь юристам, чтобы мне просто разъяснили ситуацию, что я могу сделать. Нашёл в интернете сайт, на сайте прямо на шапке было написано «Защита прав потребителей». Приехал туда, меня встретил такой юрист разговорчивый, Артём Юрьевич, и он это назвался, сказал, вот есть выигрышные дела, у нас женщина купила Ниву почти за миллион, мы всё сделали, то есть, ну, вот процентов 80-90 мы всё сделали. Сумму мне выставили 61-200. Юрист, который мне предоставили, изначально сказал то, что всё вроде как нормально, в любое время суток, хоть ночью мне звоните, я объясню, что как идёт дело, расскажу, чем мы занимаемся. В итоге, наверное, из всего времени, что мы занимались вот с этим юристом, работали с этим юристом, наверное, где-то раза два-три я ему дозвонился. Хотя звонил постоянно, какие-то вопросы я ему звоню, он не берёт трубку. Максимум он отвечает «Я перезвоню, я занят». В суде мне пришлось судью уговаривать, говорить, давайте время немножко потянем, потому что у меня мой юрист опаздывает. Он приехал, такой весь красное лицо, говорит, что такая-такая-то ситуация, я и приехал к Грузии, не успел подготовиться, и вот так было каждый раз. Но опаздывал не каждый раз, но вот не успел подготовиться, на суде мямлил, просто такое ощущение, что он вообще не знакомился с моей ситуацией, и с теми фактами, с теми рассказом, который я ему скинул, я прям написал рассказ подробный. В итоге на одно судебное соседание он вообще не приехал. В итоге я дал 61-200, никакого результата не было. Я хочу, чтобы люди просто знали об этой юридической компании, потому что я так понимаю, что туда постоянно, постоянно идут люди, у которых такая же ситуация, которые попали на большие деньги. Естественно, если человек говорит, что вот у меня, мне нужно миллион выплачивать, они им скажут, ну 50-60 тысяч, там 100 заплатите, и мы решим вашу проблему. Вот на этом и играет вот эта психология. Автосалон, по всей видимости, был из разряда гастролирующих. Когда число недовольных покупателей достигло критической отметки, а отзывами о том, что это, цитирую, лохотрон, был заполнен весь интернет, они съехали из арендуемого помещения и покинули город. Но юридическая фирма, к которой обращался Артем Марычев, о ней мы тоже уже рассказывали не раз, продолжает работать в Нижнем Новгороде. Вы, наверное, меня помните, я вам приносил заявление о расторжении договора 12 марта 2020 года, которое вы не удосужились даже взять, помните или не помните? Ну, здорово, вот смотрите, вот заявление о расторжении договора. То, что мои интересы не были представлены в суде, то, что ваш юрист не явился на суд, ваш юрист не отвечал на звонки, и я прошу расторжения договора и вернуть мне сумму облаченную. Телевизор с какой целью? Ваши документы для начала, редакционное задание и все остальное включение. Вашу фамилию и должность здесь. Фамилию мою вам не надо знать? Нет. Документы ваши, пожалуйста, представьте. Пожалуйста, вот мои документы. Документы и редакционное задание, пожалуйста. Редакционное задание – снять репортаж про то, как вы... Пожалуйста, предъявите мне его. Пожалуйста, предъявите мне его. Вы на каком основании здесь находитесь? С целью сбора и получения информации. Редакционное задание? Я его вам озвучу. Редакционное задание, предъявите, пожалуйста, или покиньте помещение. Что значит нет? Не поличную вызову? Вызывайте. Без проблем, вызывайте. Вы нормальные люди? Я вам говорю, вызывайте поличную. Чуверношники. Вы от меня примите вот это заявление. Я у вас просидел весь день. Под конец я вам сказал, что мне нужно забирать ребенка с садика. Вы сказали, сейчас мы поговорим с начальником. Начальник куда-то ушел, у него были более важные дела. Я просидел... Вы почтой могли нам отправить это заявление? Я вам принес его. Я вам принес его. Показал. Вы его не удосудили, что мне принять. Я не помню, чтобы вы его приносили. Естественно. Естественно. Конечно, вы не помните. У вас девушки на ресепшене документы подписывают. Очень интересно, прошлое, что они меня не могли принять. Вы печати ставите девушки на ресепшене. Вам какая разница? Серьезно? До свидания. Покиньте помещение. У нас есть 10 дней на рассмотрение данного заявления. А какой процент, то что вернете? До свидания. До свидания. Помещение покиньте. Это не ответ. Я не собираюсь вам никакие ответы больше давать. Интересная деталь. Мы так и не смогли добиться того, чтобы эта сотрудница юридической фирмы нам представилась. Почему она скрывает свою фамилию, мы не знаем. Но точно так же от журналистов скрывал свою фамилию руководитель этой фирмы. Когда мы все-таки узнали его фамилию, то поняли, почему он ее скрывал. Так вот, один из руководителей этой юридической конторы преступник в погонах. Так его называли в новостях Первого канала. Ранее он входил в банду полицейских, за что был осужден. Это Сергей Любимкин. Он служил в управлении Федеральной службы по контролям за оборотом наркотиков по Ульяновской области и вместе с коллегами полицейскими подбрасывал невиновным людям наркотики, возбуждал уголовные дела, а потом вымогал деньги за их закрытие. В 2012 году в Ульяновске его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но уже с 2019 года он один из руководителей этой сомнительной юридической фирмы в Нижнем Новгороде. Жалобы от людей, которые считают, что их там обманули и выманили десятки, а то и сотни тысяч рублей мы получаем второй год. Но фирма как работала, так и работает. В ГУВД Нижегородской области сообщают, что проводили проверки, но нарушений не нашли.